Рад приветствовать вас на телеканале ИПАК. Спасибо, что вы с нами. На программе «Влияние» это очень хорошее, доброе время для нас, также для вас, быть благословением и назиданием для вас. И предоставляю старшего пастора церкви свет миру, прекрасный город Сан-Диего, столица... Ну, это не столица, это самая южная, южная часть прекрасной Калифорнии. Сергей Иванович, пункт, приветствуюсь. Приветствую всех зрителей, кто нас смотрит сегодня. Мир вашим домам, мир вашим семьям. Да благословит Господь вас всех и нас тоже вместе с вами. Welcome back, пастор Сергей. Спасибо. Это у нас вторая встреча на влиянии. Вот это уже даже не дебют, поэтому welcome back. Очень приятно, ваша церковь ведет большую работу. В связи с вопросом, происходящим на границе с Мексикой, вы делаете большую работу. И принимаете беженцев. Через вашу церковь, через ваши дома в Сан-Диего проходят сотни, сотни людей. Те, которые убегают, к сожалению, от происходящего в Малой Родине, в Европе. И поделись, пожалуйста, Сергей Иванович. Действительно, мы живем в такое время, очень интересное время, которое... Но мы даже не думали, что такая работа предстоит. Мы всегда планировали проповедовать, ну, как-то искать людей, там, помогать. А тут они сами пошли и пошли потоком таким... Я называю, что это было, как цунами, волна пошла. Когда этот коридор открылся, то мы узнали, что на границе, на той стороне люди есть. Тысячи народов. Тысячи, да, было. И пребывали, пребывали, пребывали. И нам надо было что-то делать. Мы их встречали на этой стороне. Мы были абсолютно не готовы к этому. Ну, готовы пять, десять принять. Ну, свои дома сколько примешь? Тем более у нас в Сан-Диего очень... Мы живем более скромнее, чем здесь. Потому что дорогой город и очень дорого все. Это мы... Маленькие квартиры у нас, как бы... И народу битком. Просто битком мы встречаем. Звонки с границы поступают. Вот, помогите, встретьте. И вот мы выезжали туда. Но вот чтобы вы понимали, как вот... Если семья состоит из пятеро детей, двое взрослых, это уже семь человек. И вот на маленькой машине надо две машины гнать, чтобы одну семью только встретить. Как далеко от Сан-Диего непосредственно до границы? Ну, от центра города 15 майлов, а мы живем еще 15 в другую сторону. То где-то 30 майлов ехать надо. 40 майлов некоторые живут от границы. Приезжаем, две машины, два брата надо взять, чтобы одну семью поднять, подобрать. Работают люди, все рабочие у нас. И вот это трудно. Люди стали оставлять сначала... Ну, так работали. Потом работы стали как-то брать отпуска. Народ увеличивался, увеличивался и увеличивался. За это время, это было полтора месяца, через границу Сан-Диего. Ну, статистика, говорят, я не знаю, кто ее считает. Но считает это 100%, что считает так же. Не запускали без счета. Ну, по статистике, говорят, 34 тысячи проехало. Это украинцы в смысле? В основном украинцы. Русскоговорящие. Да, с Мариуполя, с Харькова, с Запорожья, с этих мест Херсона. Там тоже русскоговорящие. Ну, как мы же знаем, что такое юг Украины, восток Украины. Там смешанные. Также были среди беженцев и мусульмане, которые вот с Крыма, с этих мест, они тоже бывшие, как бы, украинские паспорта имеют. Они не согласны, ну, говорили, с тем, бежали в Украину, как бы, они с Крыма. А предоставилась возможность, конечно, они уже бежали и дальше. Вот, людей было много. Но что интересно, что мы абсолютно, как бы, не готовы были, но Дух Святой готовил нас к этому. И даже через проповеди, вот мы, я бы хотел, чтобы мы коснулись, что такое голос Божий, когда Господь говорит через проповеди. Мы думаем, о чем это брат говорит с проповеди? Ну, это Божий Господь готовил. Вот такое слово Бог давал, что спасай взятых на смерть, притча написана, и неужели ты отречешься от обреченных на убиение? Вот спасай взятых на смерть. Ну, кому мы проповеди, кого спасать? Ну, мы понимали, что в нашем городе, в Сан-Диего, есть где-то 70 тысяч русскоговорящих. Украинцы, молдаване, белорусы и так далее. Вот, евреи много у нас, очень много евреев. Не воцерковленные? Нет, да. Вот мы так думали, что спасай взятых на смерть, их спасать. Вот, мы не думали, что своих братьев надо будет поверить, вот, спасать и принимать. Вот, ну, проповедь такая, спасай взятых на смерть, это две недели до этого события. За неделю до того, как уже мы стали потрудиться, вот Бог такое ложил на сердце, я говорю, даже сам не понимаю, что. Скоро кафедральное служение закончится, мы пойдем на улицы проповедить, мы будем на улицах служить людям. Тоже не знал даже, о чем я, о чем говорит. Но так дух сюда побуждал, и несколько раз повторяю, скоро кафедральное служение, ну, кафедра, это значит, стоять за кафедрой. Учить надо будет не за кафедрой, а надо будет идти прямо к людям. Помогать, встречать их, машины сажать, накормить их надо, одеть их надо будет. Вот, кто-то заболел, надо повезти в больницу. Вот, они в лагерях жили, спали в Мексике на траве, там и крысы были, и там, ну, есть такие видео, просто смотреть жутко. Дети кушают, и крысы кушают, вот, соответственно, спят, и когда уже приезжали, и с болезнями, и в голове что-то у них шевелилось. Вот, приходилось от всего этого тоже покупать их, выводить этих, оттуда во все, вот, и люди поспали, ну, уже, мы стали, открыли уже центр такой. Надо было, это же церковь тоже, ни в какой церкви нету, ни матраса, ни подушек, ни одеял, вот, но это все надо было опять закупать, покупать. Классы мы сняли церковь, и там стояли, ну, школьная партия, так, столики, где дети занимались, вот, пришлось это все быстро, срочно убирать, пропылесосить, промыть окна, все. И, и прямо вот мы убираем, ложим матрасы, в ОК, поехали, закупили, сколько было матрасов, кончились, в другой магазин, кончились, мы матрасы закупаем, вот, но матрасы какие-то непростые матрасы, это вот такие толстые, поролоновые, они стоят 75 долларов, это на всех беженцев, это, и вот это удар на церковь, когда мы взяли, это тоже, мы, надо же закупить, и все это, вот, первое время, как бы, оно нам было немножко тяжеловато, но мы делали с радостью, мы очень с радостью, не знаю, но как-то отозвалась эта боль, что происходит на Украине, она отозвалась в наших сердцах, вот, просто люди жертвы, настолько жертвы стали жертвовать самим собою, люди даже оставляли работы, оставляли, вот, откладывали поездки, кстати, у меня тоже была поездка, вот, за долгое время на Канкун, никогда там не было на Канкун и церковь, на Канкун и беженцы, конечно, я избрал беженцев, чем Канкун. Я тоже, кстати, мы с семьей никогда не были на Канкун, поэтому мы с тобой, друзья по несчастью, мы много не скорбим от этого, не, не скорбим, да. Канкун подождет, когда беда, надо помогать. Она отозвалась болью в наших сердцах, состраданием, и люди, которые помогали, это делали, и те, которые, ну, приезжали, они видели любовь, они видели любовь, и эта любовь, она проявлялась, ну, как в том, что мы встречали, машинами своими возили, вот, сначала в гостинице пробовали устраивать, но гостиницы наши были и переполнены, и дорогие. Дорогие, да. В домах полно было у нас. Потом мы сняли церковь недалеко от границы, испаноязычная церковь, они дали нам, когда мы рассказали о том, что происходит там, на Украине, то пастор заплакал и сказал, что мы открываем свою церковь, бесплатно дали церковь, испаноговорящую, да, очень такие богобоязненные, вот, дали нам церковь, мы начали сами убирать, и пастор помогал парты убирать нам, вот, и матрасы расстелили, подушки одеялись, сестры начали приносить, все, что с домов забирали, потом стали закупать, вот, и приносить, и мы застилали, вот, постели все, дети, взрослые, потом в церкви тоже не было, где помыться, мы в Рент взяли такой специальный шаур, такой, как трак, и в нем шесть кабинок, шесть кабинок, можно, подключили воду, там есть газ, это переносное, первый раз я увидел, очень, очень хорошо сделано, шикарно сделано, просто шесть человек могут сразу купаться, вот, они могли помыться, горячая вода, потом кухня, стали готовить, мы сделали график, сначала все так хаотично, а потом все начало выравниваться, график, молодые люди сели за компьютер, молодые люди стали составлять, вот, расписание, графики, волонтеры стали приезжать, это же ужин, обед, завтрак, все это, это круглые сутки, потому что в два часа ночи встречаем, в три часа ночи семья приехала, голодные, холодные, надо покормить, а у нас настолько было забито, что не только у нас, там, где мы спали наверху, но и внизу, и там, где кухня, столовая, там вот так вот все лежали, вот, все просто пройти даже невозможно было, столько людей было. Как реакция была принимаемых? Как они вот реагировали, видя вот такое открытое сердце? Ну, в основном все были очень довольны, все, что принимали, очень с любовью они видели, во-первых, никто никогда не спрашивал, ты какой национальности духовной? Да, да. Какой ты принадлежности, деминации? Мы никогда не спрашивали, нас это не интересовало, баптисты, пятидесятники, адвентисты, ну, просто мы понимали, что, потому что за столом сидим, лазанью подали, и они спрашивали, какое это мясо? А, да. Да, мы говорим, это биф, да, значит, им можно кушать, значит, это адвентисты, баптисты, пятидесятники, харизматы, и много-много неверующих людей. И неверующих людей, да. Которые прямо открыто говорили, что мы неверующие люди, мы атеисты. Один день проходит, два, и они говорят, не знаем, в какого бога вы веруете, вы веруете, но тот бог, в которого вы веруете, он живой бог. Ты видишь. И мы готовы служить такому богу. Ты видишь. Два-три дня они побыли в такой атмосфере, это атмосфера первоапостольской церкви. Подъем, завтрак, кормим, кто-то приехал, мы сразу садимся за стол, вот, ночью тихонечко там спят, люди устраиваем. Это лагерь, это вот жизнь первоапостольской церкви. Все вместе, все общее. Вот, кого что-то, какие-то проблемы, сразу решаем. Там отзывались наши верующие, очень сильно, молодежь включилась. Вот, уже когда стали, они подключили технику, интернет, все по всем церквям разнеслось, стали приезжать волонтеры, автобусы. Вот, стало легче. Но первое время было тяжело, но это было таким, как бы, легким временем духовным, что это было с радостью. Мы видели, что люди бегут от войны, от голода, от холода. Холодно было, это было март месяц, вот, и холодно еще на улице было. Люди раздетые, особенно с Мариуполя. В моей машине много я развез, и люди, вот, просто видно, что они ничего нет. Вот, все, все оставили, вот, беженцы. И все, вот, вот, жалко этих людей, конечно. С Буччи у нас проповедовал, пастор С Буччи тоже. Ну, из этих мест, которые пережили крайне такие вот... Старший пастор церкви Свет Миру из Сан-Диего Сергей Иванович Пунко со мной в эфире сегодня. А вы проявляли, мы тоже косвенно из Сакрамента или из Сиатла проявляем чисто нашими финансами, проявляем вот так, участие. Но вы непосредственно, вы на передовой, вы на передовой, как я говорю. Мне это напоминает вот такое вовлечение церкви, людей. И, кстати, для скептиков, для скептиков, то, о чем говорит пастор Сергей, это их реакцию, принимать людей из Украины, там, ну, как мы говорим, русскоговорящих, это не бизнес, это не коммерция. Делают все, как волонтеры, как добровольцы во имя Господа Иисуса Христа. Потому что приходится слышать, а кто вам платит? А сколько вы получаете? А какая организация вам подплачивает? Да никакая. Просто вот делаешь, потому что ты христианин, рожденный свыше. Помнишь, как Христос говорит в Старом Завете, говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Но в Новом Завете Христос по-другому сказал, в 17-й, кстати, главе Иоанна, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть Христос поставил пример и модель своего служения людям, жертвенного служения, не как друг другу, потому что мы зачастую сегодня любишь, завтра не любишь, знаешь, вот такие метаморфозы у нас. Христос себя показал. Любите друг друга не как ближнего своего, но как я возлюбил вас. Это высшая форма, если так позвольте, высшая форма человеческих отношений, как Христос. И вот это, вот это то, что вы делаете, Сережа, потому что часть из того, я слышал от тебя, ну и от других, вот когда ты делился в Сиатле, в церкви, словом, я часть слышал, но так в деталях, вот как Господь действительно поместил вас в эту правильную среду, о чем вы молились и не знали, о чем молились. Жив Господь, жив Господь. И там проверялось наше, наше христианство проверялось там, не за кафедрой, не в церкви, а там, когда мы встречаем, когда мы готовим, когда вот смотришь, сестры не успевают, а тебе надо тоже побежать, ложечек не хватает. И вот так вот, вот настолько была внимательность со стороны христиан, смотрю, что вода кончается, мы воду закупаем. Вот подъезжает наше братье, воды нету, сразу раз уехал там в Walmart, уже привозят в машину, в полный багажник воды. Вот бескорыстно все. Вот тот окончается сразу все. Стирка, каждый день была стирка, надо было постирать, все собрать, люди уезжают, партия новая приезжает, все это мы собираем, отвозим стирку. Вот, ну, долларов 80 только была стирка, каждый день, каждый день вот стираем, потому что не хватает, ну, в своих домах, что ж не повезешь, что-то возили. Но вот христианство, оно как раз показывается там. Потом они, вот волонтеры приезжали, молодежь тоже, они так бегают, помогают, такие... Наши славяги. Да, такие замечательные молодежь, вот в цирках как-то они, может, сидят там, а когда увидели, что надо помогать, вот... Это же Сакрамен так вам ехали, потом Сеаттл, Соригон, совсем. Много, много, с разных штатов приезжали. И хорошая команда, хорошие ребята, девчата, с ними можно работать, с ними можно трудиться. Мы так быстро, вот буквально поработать неделю вместе с Пайной, такие уже чувствуем, расставаться не хочется, они... Их же вот автобус стоит, они все никак не расстанутся, фотографируются все. Я вспоминаю такой случай, что, ну, у нас там, ну, как детей много было, у нас очень много детей, и вот с детьми дети бегают, рассыпают там Сириал или еще что-то там, ну, вот. И стоит пылесос, ну, я зашел в этот, на кухню, да, в столовую, вот, смотрю, что-то там рассыпано, беру пылесос, быстренько подметаю, вот, и убираю пылесос, и потом подходят, а можно с вами сфотографироваться? Я говорю, а зачем? Вот герой стал, представляешь? Звезда. Пастырь, да, звездой стал, что он про пылесосы. Мы хотим с вами сфотографировать. Оказывается, надо, чтобы тебе попасть где-то там, тебе захотели сфотографироваться, не надо на каферу, тебе микрофона не надо, тебе надо метлу взять или пылесос, и вот ты все уже такой, такой популярный стал, что он хотел сфотографироваться с паспортом, с пастором. Но это жизнь, это проверялось наше, наше христианство проверялось, наша отдача проверялась. Действительно, любого, нет больше той любви написано, как если кто положит душу свою за друзей. Ты не, тебе действительно, тебе никто не платит, вот никто не платит за это. Наши, наши, вот я одного брата, механик, Андрей зовут, утром работает, полный рабочий день на BMW, у него от звонка до звонка, от 8 до 6 или там часов работает, вот, и вечером едет на границу, и до утра, утром на работу. Служит людям. Людям, да, на границе, один день, второй день, на третий день, Андрей, а когда ты спишь, когда ты спишь? Ну, он говорит, я, говорит, ну, утром работаю, вечером на границе, ночью на границе. Ну, два дня, я, говорит, выдержал, говорит, спокойно, говорит, но третий уже тяжеловато. Не держал. Вот, 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 и такие простые люди, от которых ты не ожидал, что они такие, как бы, духовные такие, вот, вот, простые люди, так, 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 жертвы натрудились. Это в тему, я вот размышляю в части нашей беседы о жертвенности и служении. И, по большому счету, по большому счету, в экстремальных, вот, в таких неординарных, нетиповых ситуациях проявляется, вот, в том и есть. Настоящее, как ты говоришь, христианство. Потому что в тепличных условиях не проявим. В тепличных условиях обычно дежурные улыбки, дежурный хаварью и такой же дежурный ответ I'm fine. А вот в экстремальных, в экстра-экстремальных оно проявляется. Проявляется, как мы говорим, то, что в Украине происходит. Сплоченное сегодня вечером с Юрой Аскеровой, у меня будет следующий эфир, насколько сплотилась украинская нация. То есть сплоченная. Потому что там, и я это слышу из приезжих пастырей, точно так, как и ты слышишь, и многие из вас, что даже паночка об этом неоднократно говорит, в нас на сегодняшний день, к счастью, нет православных, нет католиков, нет протестантов. Как бы, говорит, это не звучало странно, и как бы, говорит, я не попал под нарекания за свои слова, но вот эта беда, она сплотила настолько, поэтому экстремальные ситуации точно так и в семье. Точно так и в семье проявляемое наше отношение друг к другу, в семье, к детям, детей к родителям, мужа к жене или наоборот, когда появляются такие, как мы говорим, экстра-экстра-аварийные какие-то. Пастор Сергей, у нас будет 30 минут с тобой тема, как Бог говорит, интересная тема, духовная тема. Я бы хотел задать тебе вопрос, это я не провоцирую, но вот если, так сказать, в нескольких словах, бутует два мнения, особенно в области этой паутины интернета, там очень много мнений. В части нашей беседы о происходящем, то есть Господь говорит к народу и к народам через происходящее сегодня в Европе, в восточной части Европы. Другая часть – это дьявол борется с Богом, а поле битвы – это Украина. Ну, у тебя есть баланс в этом, вот несколько, или неожиданно я тебе поставил в эту неприятную ситуацию? Нет, я думаю, что, ну, я могу быть в неожиданности, но Бог никогда в неожиданности не бывает, поэтому те вопросы, которые мы знаем, которые нам открыто, мы открыто говорим и знаем, но что сокрыто, то… Не всегда мы понимаем, когда вот сейчас происходит, но пройдет время, мы поймем, почему все так было, почему так Господь допустил. Ну, например, одним из положительных моментов вот этого, ну, то, что бежали эмигранты, то, что нас Господь испытывал через это все. Как-то я вез людей, ну, к беженцам, вот, и так смотрел на них, мне было жалко их, и мне пришел такой, как бы, как внутренний вопрос, вопрос такой, как кто-то мне задал, а что будет, если вы будете так бежать, вот, что будет с вами, когда вы будете бежать? Ну, и вот я понял, что нам надо сейчас сеять добро, сеять любовь, вот, возможно, возможно, я не хочу кого-то, может быть, испугать, но возможно, что мы будем беженцы, вот, с такой прекрасной страны, все есть, все у нас есть, но представьте себе, что я встречал людей, и не только с Мариуполя, с Харькова, с других мест, с Бучи даже, с той самой, построили долгожданный дом. Что значит построить дом в Украине? Это столько средств, это столько они шли к этому, это годами, годами шли, но уже если строят наши люди, то они строят, строят уже добротный, хороший дом. Все вложили, все, что в них было, вот, и сердце, и душу, и средства вложили, мы, говорит, месяц не прожили, говорит, война, все разрушено, все бросили, и ничего не осталось. Вот, вот, вот сидят за столом, ничего у них нету, ничего нету, спасались, как рассказывали, переплывали реку, там, чтобы, чтобы перейти, вот, обурная река, зимняя, холодная, вот, он сидит, рассказывает. Это человек, который точно так же, как и мы, служил Богу, был в группе прославления, ну, чем он хуже нас, вот, что он так бежал, семья переправилась, он не смог переправиться, вот, и вот, говорит, я через реку, говорит, там плыву, говорит, я обмотался, документы замотался, а меня несет опять к Украине, я границу пересекал, вот, вот, а меня несет опять, я опять на ту сторону, она меня сбивает, камни по ногам бьют, вот. Вот, ну, когда уже перебрался на сторону Румынии, там встретили верующих, очень хорошо чаем напоили, там, вот, хорошо отнеслись, везде хорошо относились. Вот, вот, самое еще одно можно заметить, вот, как Бог, как Бог участвует в этом, несмотря, что разруха, несмотря, что война, несмотря, что беженцы бегут, но представьте себе, если бы беженцы бежали в Румынию, в Польшу, даже в Америку, а здесь бы их ненавидели. Точно, точно. Били бы их, или не принимали бы, а то расположил Бог сердце, вот, всех расположил. Это же миллионы. Миллионы. Это семь миллионов. Румыния расположена, Чехословакия расположена, Швейцария расположена. Польша. Польша расположена. Это Бог сделал, так никто не может, это, это, это только перст Божий, чтобы Бог положил заботу о этих беженцах. И когда, я же говорю, что мы встречали их, такое слово пришло мне на память, помни пришельцы написано, ибо и ты был пришельцем. Вот помни, помогай, вот мы же 33 года лет назад были такими, с чемоданчиками приехали. Мы с тобой в Италии в одном готеле живем. Вот, сейчас у нас все есть, но как нам не помогать? Помогают, но говорят, что не все, не все благодарны, не все такие отзывчивые, не все так, ну, это их дело, они за это будут отвечать. Наше дело встречать и помочь. Наше дело посеять, мы сеем. Для чего? Потому что написано, пожнем, если не ослабеем. Вот, добро, если есть с нашей стороны возможность, мы должны делать. То есть, посеянная добродетель, она всходы даст. Она всходы, да. Она даст в виде спасенных людей, 100%. Те, которые, написано, предуставлены к вечной жизни, я не о предопределении, я не калевнист, нет. Те, которые предуставлены, она в виде спасенных людей, она в виде даже, ну, прошу прощения за это слово, такой правильной рекламы, рекламы, что такое настоящая церковь, что такое настоящая, то есть открытая, то есть жертвенная, как ты говоришь. Поэтому инвестируемая нами добродетель в любую судьбу, в любую, даже в жизни одного человека, она обязательно, это по Писанию, это принцип Писания, она обязательно даст свои всходы, как ты говоришь. Я тоже сказал об этом, 7-12, Матфей, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот придет время, если нам бежать, и с нами так поступать, так приятно, вот приятно, что тебя встретили, на границе подъехала машина, говорят, садитесь, пожалуйста. А приезжали инвалиды были, вот представьте себе, надо специальную машину для инвалидов, они с колясками были, старички были, их тоже надо забрать. Вот, а заводишь в аэропорт, они все дальше улетали, конечно, в Сан-Диего мало оставалось, потому что нам нельзя было создавать трафика, так вот, пробки, мы должны быстрее, 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 потому что новые, новые идут. И вот мы старались отправить в Сакраменто, Портлетт, во всем штатам, они через нас ехали, мы звонили, звонили оттуда, приезжали, забирали, вот, и они уезжали, вот, и наши волонтеры стали работать очень много. Вот заводишь в аэропорт семью, вот семья, семья есть старички, есть инвалид, кто-то в семье, дети маленькие, по-английски ни слова, вот, им надо было помочь, подойти, указать, где им встать, где им сесть. Вот, тоже эта работа, казалось бы, ну что такое волонтер, а вот без них, как тяжело без них, никто ничего не знает, а языка не знает. И вот наша молодежь, начали трудиться в таких вещах, помогать, вот, находили место, встречали в аэропорту, в Мехико-Сити, там команды были, на этой стороне. И таким образом, вот, Бог помог, вот, нам, я считаю, что это не мы, а так, церковь, церковь Христа, здесь, в Америке, она приняла этот удар на себя, я бы сказал, что достойно приняла, не просто с ропотом, недовольным, а достойно приняли, вот, мы служили, и это с радостью, мы не с ропотом, а с радостью. Вот, у меня приятное впечатление осталось от этой работы. Пастор Сергей, с женой на целый месяц вы отправляетесь для служения, продолжать служить людям, там, на юге Украины. Да. А ну-ка. Я хочу, вот, начать, наверное, с Писания, можете, можно начать? Да, пожалуйста, пожалуйста. Начать с Писания, вот, такое слово прочитаю, Псалом 84, и стих 9, можно даже и 10 прочитать. «Послушаю, что скажет Господь Бог, Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова безрассудства, так близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава Его в земле нашей». И я бы очень хотел поделиться такой мыслью сегодня. Послушай, что скажет Господь Бог. Что скажет сегодня, сейчас нам Господь Бог. Это очень важно. Бог многоократно, многообразно говорил из древних пророков. Последние дни говорил в Сыне, мы читаем в Евреям. Продолжает ли Бог сегодня говорить? Говорит ли сегодня Бог? И как Он говорит? И вот есть разное, есть как многоократно и многообразно. У Бога есть великое многообразие, чтобы сказать людям о своей любви, о воле своей, чтобы предостеречь человека от беды. Вот, и важно, с нашей стороны, важно, послушаю, что скажет Господь. Вот смотрите, что когда мы читаем за Самуила, молодой юноша, еще даже подросток, можно сказать, юноша, в доме Господнем, служит Господу, священник Ильи. И вот ночью Господь проговорил к нему, Самуил, Самуил. Он встает, и первая мысль, наверное, зовет Ильи. Это же не просто побежать, это же надо одеться как-то, ну, надо же подойти к священнику. Вот, наверное, встает, одевается, послушный. Ты звал меня? Нет, не звал. Опять идет ложиться спать, опять голос. Опять зовет. Идет опять, ты звал меня? Не звал. Третий раз. И вот совет такой, когда позовет тебя, скажи, что слушает, нет, не слушает даже, а слышит тебя раб. Когда зовущий позовет. То, что слушать, то можно, но слышать надо. Имеющий уши дослышит, что говорит Дух Святого Церква. И вот он встает и приходит, нет, и уже на последний раз, слышит тебя раб твой, зовущий, это Господь позвал. Вот, вот с того момента началось его слышание голоса Божия и понимание. Бог заговорил с человеком. мы как новозаветные верующие мы понимаем что овцы мои христос сказал слушает голос мой и за чужим не идут овцы божий они должны слышать голос божий это способность человека возрожденного как у физически рожденного человека есть ухо или уши есть так у духовно рожденного человека есть тоже уши только духовное вот и об этом уже потом прочитать место где христос сказал почему они эти уши бывают не слышат вот причины почему не слышат и вот написано 3 глава и она мы читаем что дух дышит где хочет и голос его слышишь и не знаешь откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рожденным от духа не станет с несколькими человеками но со всяким со всяким рожденным от духа и вот всякие рожденные от духа я понимаю что он должен слышать голос божий и особенно в это последнее время слышишь что бог говорит нам через писание через проповедь через доставление через пение ну по-разному бога сновидение господи введение каких пророческом даре господь говорит церкви и вот наша задача послушаю это активный глагол что надо быть внимательным надо настроить свое сердце чтобы слышать что бог надо желать этого господи я хочу чтобы ты говоришь я хочу чтобы ты учил меня я хочу чтобы ты вразумлял меня мы читаем сами вразумлю тебя наставлю тебе на путь по которому тебе идти а вот а 93 псалом здесь написано такое слово 93 псалом 12 стих и 13 блажен человек которого вразумляешь ты господи и наставляешь законом твоим чтобы дать ему покой в бедственные дни доколе нечестимо вырыться я мы посмотрите здесь блажен человек который вразумляешь ты вразумляешь ты это личности бог говорит как народу здесь написано что скажет он народу своим то есть бог говорит конкретно в общество израилю церкви горит народу на блажен человек которого ты вразумляешь личное вразумление отлично вразумление вот из с военных действий я слышал даже какие-то родственники наши далекие вот в арбарме забрали 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 сына в армию мама моря за господи сохрани боже помилуй сохрани а их только взяли и привезли на линию фронта броне бронемашина и вот везут пока тихо спокойно выстрела нету они только выше это приехали остановились вышли с машины и он слышит голос этот молодой человек отойди и встань за 2 за за дерево большое дерево отойди встань там вот а мама за это боль молится господи благослови сохранить он ну просто послушал с этого голоса блажен человек которого разумляешься будучи христианином до христиан он отходит но его забрали в армию вот отошел встал за дерево и снаряд попадает в этот бронемашины все ребята погибли на глазах у него все погибли вот что значит голос божий это вопрос жизни и смерти это не вопрос вечность потому что мы спасены но господь не хочет чтобы мы попадали да вот хочет нас спасти и помиловать поэтому очень важно чтобы мы слышали голос божий вот я просто вот и своей жизни хочу засвидетельствовать как господь вот через то что господь говорил голос божий я услышал и господь спас нашу жизнь это было уже может быть лет десять может больше назад мы были в портленде и там умер один из таких старцев таких известных нам мы мы жили вместе с на юге сухуми василий михайлович кашубин старец уже 90 где-то лет ему было и вот похороны мы приехали на похороны женой вот ночевали ванкувере у моего брата родного и утром на собрание будет служение в церкви а в обед уже похороны на кладбище вот мы ночуем у брата и утром встаем и я слышу голос ни хлеба ни воды ни хлеба не в пост ну мы в гостях мы на втором этаже на первом этаже жена брата наташа она готовит завтрак ну да готовится уже запахи поднимается все стало раньше чтобы накормить гостей и вот послушание голосу божьему послушание того что тебе господь говорит я сказал жене что сегодня не не хлеба ни воды господь сказал чтобы они не вкушали мы спускаемся вниз и мы говорим что стоит на столе завтрак все с любовью приготовлено и мы говорим что мы сегодня не будем кушать и сразу противоречит как это так это вы дома будете это это не здесь в гостях так не поступают мы все приготовили вы должны слушаться нас вы у нас гостях и вы должны так делать что мы вам скажем и вот было настолько большое искушение оставить этот голос ни хлеба ни воды господь сказал но мы все-таки мы послушались сказали но мы извините но так нам мы не будем сегодня мы остались посте побыли на собрание пошли поехали на собрание нас подобрала наши друзья вот и мы побыли на собрание из собрания закончил собрание мы должны ехать на кладбище и там я должен говорить слово последнее да и а после похорон нас должна забрать одна семья и повезти за городом они живут и помолиться за ихнюю завод это сестру этого брата она нуждалась молитве и он подогнал подогнал машину геометр как сейчас помню маленькая машина двудверная ну мы сзади бы залезли сидели бы сзади на там и голос тот который сказал что не не хлеба не воды что не садись вот а те друзья которые приехали за нами забрали нас дома и на собрание и они промагать мы вас заберем до кладбище а в после кладбища вы сядете на эту машину и уже уедете так и мы договорились мы не сели в эту машину приехали на кладбище идет служение я должен говорить проповедь я я это с библии подхожу туда там место было дед много-много людей на кладбище и подходит брат ведущий ну как бы это служение он говорит ты будешь какой-то посмотри заключение к себе груда помолитесь пожалуйста за за виктора вот и его жену вот лида они попали в аварию это та семья та машина в котором мы должны они ехали на кладбище вместе с нами ну как-то колонна же ехали мы где-то впереди они сзади ехали и когда они подъехали к светофор и остановились на красный свет сзади ехала какая-то женщина пожилая на большой машине такой и она не заметила красный свет и со всей силы ударила в эту машину там где мы должны ехать там сплющилась машина до переднего сиденья практически это была смерть и вот господь проговорил о что значит блажен человек который вразумляешь ты вот и слышишь голос божий ты стопроцентно знаешь что это господь тебе не надо тебе не надо переспрашивать ты понимаешь внутренним своим состоянием с человеком это бог говорит и от тебя вопрос только послушаешься ты или не послушаешься будешь ли ты внимательным к этому или ты не будешь это выбор это воля человека бог никогда не переступает волю человека и вот этот момент такой что я так благодарен богу что я могу сегодня быть в эфире 10 лет назад меня могла уже не быть уже цветы боже там да только бы росли нам на могилу вот господь вразумляет как и поэтому я хочу сказать что это важно тот пастор юра вот мы просто даже недооценим как важно знать голос божий вот как важно когда беда чтобы написано чтобы дать ему покой смотрите человек которого разумляешь ты вот чтобы дать ему покойка в какие дни в бедственные дни сейчас нам даже и и как бы мы не стараемся слышать голос божий мы не напрягаемся мы невнимательны но на все хорошо нужно что тут голос божий услышать вот ну как бы мы обходимся без этого как бы но когда приходит бедственные дни я вспоминаю когда было одно слово нашему брату здесь сакрамента это не менее было ему слово было но я слышал и я к себе тоже принял придет время когда ноги с твоей станут на распутье и ты будешь не знаю ты не будешь знать что избрать какой путь избрать и тогда не понадейся на свой разум не на свой опыт не на свои знания а вопроси меня я пока я покажу тебе путь по которому тебе идти я укажу тебе дорогу я окажу тебе путь и вот иногда наши ноги становятся на таком распуте жизни то ли в служении то ли личной жизни то ли переезды то ли женитьба вот ну укра у каждого есть какое-то время когда ты стоишь и тебе надо совет от господа вот личный совет это не то что там надо пойти проповедь послушать тебе надо решить решить это личный вопрос и бог вразумляет и вразумляет по-разному и вразумляет настолько ясно что человек понимает что это бог ему проговорил это так важно это так нужно вот нам в это в это опасное время чтобы нам господь говорили смотри если ты находишься в этом процессе в этом процессе вот в этом случае в процессе от общения с богом потому что отношение с богом это процесс да как мы говорим жизнь это джурни это не просто вот забег на короткую дистанцию а это это марафон это такой марафон длинный длинный марафон потому что в начале если это короткий марафон короткий 100 метровка в начале набрался вот набрался энергии энтузиазма а затем говорят один говорил нема газолина уже кончилась газолит тебе в 40 лет или 50 уже газолина духовного газолина нету вот в чем проблема так вот самое я думаю идеальная форма слышать голос божий это находиться в этом процессе общение с богами это 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 самая правильная форма отношений другое то что господь спонтанно просто дан говорить не будет спонтанно живи человек живет как хочешь хорошо пастор сей что ты постоянно пребываешь в служении постоянно в слове постоянно в проповеди вообще не постоянно в твоем случае и в случае служителей как ты это 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 намного проще возможно какое твое слово к тем которые обращаются к богу я к тревога то до бога вот они на не находясь в этом процессе в постоянстве в этом постоянстве от поиска голоса божьего вот и вот когда что-то появилось да да это я уже свое слово вложил твою слово прошу прощения да что бог может в экстремальных случаях заговорить но это не те отношения которые бог хотел бы иметь с нами бог бы хотел чтобы мы вот ходил и ног с богом вот это вот постоянство это постоянство это не так от воскресенья к воскресенью человек находится в бизнесе человек в суете в суматохе и затем воскресенье он пришел чуть-чуть там послушал вот и он хочет так сказать быть эффективным платформы и успешным в вопросе отношений с богом нет конечно это такая допустимая форма воли божьей для нашей жизни но это не не идеал в идеале господь действительно хочет чтобы мы ну при наличии пастор сергей я тебе внимательно слушал и категорически с тобой согласен при наличии и многоголосий сегодняшнего дня вот это целый хор который со всех сторон со всех сторон интернет говорит одну youtube говорит потом вайбер говорит потом белый дом говорит в Вашингтоне потом сосед говорит соседка говорит брат говорит кум говорит смотно говорит а что бог говорит потому что при хоре этого много голосия очень легко растеряться и вместо того что бог говорит принимать к себе То, что какая-то идет со стороны людей, даже советников, какая-то отсебячина. Вот я не против психологов и социологов, но, к сожалению, масса христианства, она идет к психологам, потому что вот, ну, потому что какие-то вот у них что-то вот есть такое, что психолог им поможет. Даже, к сожалению, это огромный процент есть отделы психологии при американских церквах, в отделах. Очень много, да. Но, а что, Бог... Она, так называется, христианская психология. Психология, да. Я не понимаю, что это такое. Я не понимаю. Есть образование, получают психологи христианские тоже. Ну, возможно ли такая форма, о чем я говорю, что постоянно поиск Бога, постоянно стараться слышать Его, постоянно быть на Его волне, чтобы слышать Его голос? Ну, во-первых... Или это не для многих, пастор Сергей? Может, это для тебя только? Нет, я, я, мы уже сказали, что это для рожденных свыше людей. Выписано, так бывает, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, со всяким рожденным от Духа. Здесь не упоминается ни одна деноминация. Здесь упоминается рожденные свыше люди. Вот здесь поэтому Бог говорит по-разному к людям. И в основном, как бы, источник, через который говорит Бог, это Библия, это Слово Божие. И Слово Божие, не просто даже Слово Божие, а вот к Титу апостол Павел, смотрите, как написал такое слово. С первого стиха Титу мы читаем. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог. В Слове. Неизменный в Слове даже. Прежде вековых времен. И вот смотрите, как Бог открыл это Слово в наше время. А в свое время явил Слово, свое Слово в проповеди. Явил Слово в проповеди. Вверено мне по повелению Спасителя нашего Бога. Вот, последнее время, и Бог так очень, очень много, многократно говорит нам в проповеди. Вот, человек готовится к проповеди, молится Господи, дай Слово. То, что нужно сегодня народу Божьему. И если он искренне молится, пост берет, то Бог дает Слово. И было в практике жизни, сколько вот, вот, Бог дает Слово к церкви. Ты приезжаешь в церковь, ну, какие-то проблемы. Я ее не знаю, допустим. И Бог дает Слово. И потом подходит одна или вторая сторона и говорит, ну что, тебе пастор все рассказал? Что у нас делать? Я говорю, да нет, у меня не было времени даже пообщаться с ним перед собранием. Вот, ну, не было времени. Зашел в Братскую, там, пять минут посидели с братьями, распределили Слово и пошли. А точное было Слово. А почему оно, если мы внимательны, Бог говорит через проповедь в церкви, наставляет. Бог даст Слово, чтобы поправить ситуацию в церкви. И это было как пророческое Слово. Вот, оно точно настолько, что даже удивляется, что я не знал, допустим, а говорилось это Слово. Но это не я, потому что Господь дает. Поэтому нам нужно быть очень внимательны, вот, к тому, что мы слушаем, молиться за проповедников, за тех, которые Слово несут. Написано, уста священника должны хранить ведение. Народ, от у священника народ ищет ведение. Вот это ведение, это знание. Первое, что несет, это уста священника, это проповедника. Мы ответственны, чтобы принести Божьему народу Слово на эту ситуацию, на сегодняшний день. А ее нужно получить, это Слово. И он не просто так порылся в интернете или где-то. Это надо молиться. Это надо на коленях стоять перед Богом и просить Слово. И потому, когда Господь дает Слово, оно точно идет, оно по назначению идет. И Господь, написано, бодрствует над Словом, чтобы оно в точности исполнилось. И вот это Слово, оно дает ведение, знание. Видение – это знание народу Божьему. И написано в оси, написано, что истреблен будет народ мой. Не другой народ, а мой народ, а то есть Божий народ. Из-за чего истреблен будет? Помните там что? Да, из-за. Недостаток. Да. Не просто из-за того, что ведение. Видение есть, но недостаток. Да, недостаток. А что значит недостаток? К Давиду пришли люди, 200 человек, которые знали, что и когда надо делать. Можно знать, что надо делать. Но когда, если ты не знаешь, ты попадаешь в ситуацию, когда ты сделал, но не так, не в то время. Или наоборот, ты должен был сделать раньше его, а ты делаешь позже. Ты сделал, но она уже не годится, это время. Вот если, например, даже у гостей, если у тебя приготовлен обед или пирог, вот ты подал. А ты приготовил, гостей нет, ты приготовил, а гостей уже нет. Ну ты сделал, но не вовремя сделал. Вот что и когда надо делать. Вот это ведение для Божьего народа. И вот что в наше время сейчас делать, на нашей ситуации. Я так смотрю, что мы очень много, конечно, и помогали, и помогаем. И как ты сказал, что 4 июля мы уезжаем на миссию, на Украину. Это будет Одесская область, это Николаевская область, трудиться там. Вот. И мы трудимся, мы думаем за Украиной, мы переживаем за те места, откуда мы выехали. И ищем как бы ведение, когда что-то закончится, чем оно кончится, как оно. Ну что, мы ищем сами здесь, находясь в Америке, живем, наши семьи здесь, наши дети здесь, наши внуки здесь, наши церкви здесь, наши работы здесь. А мы больше переживаем туда, потому что наше сердце там. Вот. И это я понимаю, что это хорошо, правильно. Но вопрос стоит, а Америка, Америка, что нас ждет здесь? Вот мы, мы же здесь живем, нам надо знать, надо иметь ведение за нас, за американцев уже здесь. К чему нам надо быть готовыми? Потому что есть те откровения, которые Господь говорит, которым даже вот делиться. Вот, когда мы в прошлый раз ехали на Украину, это было в конец января, и мы выехали за 10 дней до войны. За 10 дней до войны мы выехали с Украины. Вот, а когда мы ехали, это было за месяц до войны, вот, ко мне подошла одна сестра в церкви и говорит, брат Сергей говорит, мне дважды ночью было показано и сказано, что на землю идет два духа, дух войны и дух голода. Война будет не во всех странах, а голод будет во всех странах. И от голода погибнет больше людей, чем от войны. И я, и скажи народу моему, чтобы народ мой смирился, взыскал лица моего, и я сохраню народ мой. Вот с таким посланием ты приезжаешь в Украину месяц до войны, когда все процветает, Одесса. Все, все, ты идешь по улице, Дерибасовская, полно народу, рестораны, музыка играет, веселятся все. Война будет, идет, придет война. Но я даже, я сам не думал, что это будет через месяц. Вот я говорил слово, что, я не все, я в двух церквях только сказал, потому что, ну, пастор Юрин, это надо дерзновение сказать людям, которые, ну, как бы, хотя уже тогда уже было настроение, потому что там уже были. Потому что они все поймут. Да, не поймут тебя, да. Ты панику сеешь, ты что приехал сюда? А ты приехал, у тебя есть конкретно, тебе Господь сказал, скажи народу моему. Вот. И буквально вот мы уехали, случилась первая часть этого слова, война. Вторая часть будет голод. Да. Хотим мы этого или не хотим, но он придет, потому что это третья, это третья печать, когда снимется, будет голод. Так, так, для чего нам Писание, для чего нам Библия, для чего нам пророческое слово, когда оно ясно говорит, что будет. И нам, как бы, мы, если мы вот этому не верим, то нам тогда другие уже источники, они не авторитетные. Ну, у нас есть авторитет Божьего слова. И плюс пророческое слово, видение. Этой сестры не было пророческое. Она молилась, и Бог просто сказал, открыл это, показал. Ну, это Бог сделал на основании того, подтвердил то, что Бог сказал в слове еще в книге Откровений. Да. Почему? Это очень интересная тема. Вот, очень интересная тема, я неоднократно на ней задумывался. Когда Христос после Иордана попал на 40 дней в пустыню для искушения написанного дьявола, и когда дьявол подошел к нему и говорит, видя, что Христос напоследок взалкал, говорит, камень возьми и хлеба сделай. И хлеба сделай. Христос говорит, если ты сын, там написано точно, если ты сын Божий, повели этим камнем сделаться хлебами. Дьявол же был 40 дней до того. 40 дней до того у Иордана дьявол был. Потому что дьявол ходил за Христом по пятам. Написано, что шайба, он в другом месте в английском, каждый день. Каждый день. Когда был разговор у Иисуса Христа с учениками, и Христос говорит, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Это еще с школьной, с библейской скамьи нас учили некоторые богословы, что Христос, когда Он сказал это, Он видел дьявола. Вот это слово вот, то есть Христос конкретно, не просто вот князь мира там где-то, вот идет князь мира, видно Он проходил где-то, ученики этого не видели, закрытые очи. Вот идет князь мира, но во мне не имеет ничего. Так вот, Христос давал знать дьяволу, что он его видит, он его знает, и он предостерегает, не только себя, но и остальное. Так вот, дьявол мог сослаться уже в пустыне, когда говорил о хлебах, сделанных, то есть, ну из камня сделанных. Христос мог ответить Ему, слушай, ну ты же был и у Иордана, что ты мне задаешь, если ты Сын Божий? Потому что у реки Иордана был глаз с неба, сей сын мой возлюбленный, в котором мы, его слушай. Слушай, дьявол, ты же был, ты же слышал, что мой отец сказал обо мне, ты сей сын мой, что ты, если ты Сын Божий? Христос мог сослаться на свой экспириенс, то есть на свое переживание, то есть на свой какой-то случай там. Но Христос написано, Христос даже не сослался, как мы говорим на свой, написано, написано. И поэтому в подтверждении, пастор Сергей, то, о чем ты говоришь, сестра в церкви подошла к тебе, Христос две тысячи лет на Патмосе сказал через Иоанна, да, что будет князь Вороной, то есть... Черный? Черный, да. Не князь, а этот конь, да. И еще будет фэймин, то есть это голод будет. И это еще раз для вас и для нас через эфир, оно усилило, усилило то, что Христос сказал. Но не наоборот было, что сестра сказала, а потом мы думаем, да или нет. Продолжай, пастор Сергей, у нас три минуты, к сожалению. Насколько мы в тему с тобой вошли. Вопрос опять послушания, послушания и даже вот то, что Господь сказал, будет война и будет голод после войны. А теперь наша реакция, наша реакция или мы беспечно, равнодушны, ну будет, будет, ну будет, то будет, будем как-то уже справляться. Или же написано, что разумные, умные, разумные видят беду и что делают? Укрываются. Или ты не укрываешься. Вот. Такое откровение вот здесь у вас сакрамента, сестра, вот, наша далекая родственница, Галина ее зовут, соседи верующие. Ну из, ну я не буду называть, из длинной нации даже, вот. И видит, разрушает машину, продуктов много. Ну семья тоже большая, она, а что ты так много продуктов закупили? Ну так по-соседски. А она говорит, что у нас есть участок, или был, или есть участок, и мы планировали строить. Но ночью Господь проговорил к мужу, это не та, не та, не та, не церковь, где пророчество есть, где там видение. Это церковь, которая, ну, более-таки другого. Вот. Во сне Господь проговорил, что дом, не успеете построить дом, не успеете, а заготовьте пищу. Вот, это буквально на днях, вот смотрите. Вот время послушаешь, что скажет Господь. Вот человек слушает, а ему Господь вот это говорит. Это ему лично вразумление. Да, да. Но я человек со стороны слушаю, разумный человек, да, и понимаю, я чувствую, что это Господь говорит. Ты принимаешь это? Я принимаю, я тоже думаю, если он это делает, разумный, скромный брат, вот это не какой-то служитель, помазанник, там, это простой брат в церкви, но его вразумляет Бог. Блажен человек, который вразумляет. Это абсолютно здесь не касается ранга. Или епископа. Динаминации не касается, это человека касается. И вот последнее я бы, ну, это очень хорошая тема, я очень, о голосе Божьем. Ты уже приглашен, пастор Сергей, после поездки. Смотрите, говорит, как Бог говорит через сновидение, как Господь говорит через видение, как Бог говорит через пророчество, как Бог говорит через Библию, как Бог говорит обстоятельствами. Вот Павел же, на мир в вас идти Господь не допустил. Вас препятствовал. Значит, есть обстоятельства. Обо всем этом Библия нам говорит, учит. Такие примеры в Библии и в своей жизни мы. Это очень хорошая тема, чтобы нам развивать слышание голоса Божия. И почему не слышат, Христос сказал, смотрите, такое слово, вот, это 13 глава Матфея, потому, говорю, 13 и 13, ниже, потому, говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Вот категория людей, которые видят и не видят, слышат и не слышат, и не разумеют. Вот представь себе, брат Юра, вот человеку говоришь, а он не разумеет. Закрыто. Закрыто. Делина. Вот такая вот ситуация. А почему? И написано, избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Как это можно? Смотреть и не видеть, а? Смотреть и не видеть. Это просто удивительно. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, глаза свои замкнули. Да не увидят глазами своими, и не услышат ушами своими, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот причина, почему не слышат Слово Божие, почему Бог не говорит, огрубело сердце. А Бог написано, Бог разумляет, и тайны свои открывают боящим всего, имеющим страх Божиим, смиренным. Из-за Моисея сказано, что человек был кратчайший из людей. И вы смотрите, кратчайший из людей, и Бог говорит лицом к лицу с таким человеком. У него не было грубое сердце. Бог ищет, не ищет, Господь ищет, не черствое сердце, а мягкое сердце. И вот мы хотим, чтобы Бог заговорил, то надо приготовить свое сердце. Послушать, это значит активно проверить себя, приготовить свое сердце. Что скажет Господь? Что скажет Господь? Это готовить свое сердце, как внутреннюю антенну, настроить на Слово Божие, на голос Божий. Потому что мы настроим на столько много голосов, у нас открыто много-много этих, как называют, этих сайтов духовных. А нам надо их закрыть, 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 закрыть и оставить одно – небо. Небо. У нас есть 66 каналов здесь. 29 в домом. И антенна на Голгофе. Вот подсоединяйся к Голгофе, читай, и отсюда все начинает Господь говорить, начинает Господь учить, наставлять нас на всякую истину. Здорово. Спасибо, пастор Сергей. С нами был пастор Сергей Иванович Пунко, старший пастор церкви Светмиру из Сан-Диего. Ты снова приглашен. После поездки – welcome. Ты человеком поделишься с нами, что Господь делал. А я верю, что пусть Бог хранит вас. Пусть Господь хранит вас, да, и тебя, и Татьяну, и в пути, и там служение, и помазание, и благодать Господня, и Слово в устах. То есть все это в букете. Мы благословляем. Спасибо, пастор Сергей. Господу, вся слава. Друзья, мы были на телеканале «Импакт». Это была программа «Влияние». Будьте восприимчивы к голосу Духа Святого, к голосу Божьему, в Его Слове. Всего хорошего. Оставайтесь с нами на «Импакте». До свидания. До свидания. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok